Всем фуд привет! Меня зовут Макс Брандт, вы на канале обзора ресторанов, а я в Санкт-Петербурге, в очень душном Санкт-Петербурге. 32 градуса по Цельсию, а позади меня Евразия. Сеть, которой 20 лет, я там был много раз, но очень давно, поэтому нужно перепроверить. Плюс там есть меню, где все по 195 рублей. Вы любите сетевые заведения, вы любите, так сказать, фикс-прайс меню. Объединяем и поехали! Я в Евразии не был, наверное, лет 6. Последний раз это было на электросиле с Костей, около нашего офиса мы что-то обсуждали. И на самом деле много раз там были, но все, конечно, изменилось за это время, и меню поменялось, и появилось вот такое вот красивое и летнее сегодня. Поэтому давайте открывать и разбираться. Да, так красочно реально не было. И я уже чувствую по количеству страниц, что здесь выбор будет нелегкий, потому что миллион роллов, причем реально суши роллы здесь на 8 страницах, где на каждой 6 видов. В любом случае мы будем делать обзорный обзор, то есть и роллы, и не роллы. И самое главное, попробуем несколько блюд из сенсационного меню, где каждая стоит 195 рублей. Не все, а вот так вот самые интересные для меня. И, конечно, повыбираем из основного. Да. Есть летнее меню вот такое вот симпатичное, красочное, яркое, питерское. Паста чоризу интересный вариант. Салат курехин с курицей, а не с грибами. На самом деле очень странно, потому что мы с вами знаем, что курехин должен быть с грибами. Об этом спросим у официантки. Для вас пройдет секунда, а для меня еще минут 10, потому что выбор реально сегодня сложный. Все три менюшки поизучал, даже некоторые страницы пальцами, так сказать, отметил. И сейчас пообщаясь, выберем конкретно, что будем. А что у нас по запеченным мидиям? Стоит брать или не сегодня? Ну, я сама и не очень люблю всю историю, но, в принципе, любим и нравится. Думаете, у людей есть вкус? Как-то не шибко советуют, поэтому давайте дальше. И, конечно, нужно обязательно пройтись по сенсации, по вкусным ценам. Возьмем какие-нибудь роллы. Посоветуйте, пожалуйста, из вот этого вот меню. По поводу десерта. Чизкейк. Напиток я хочу литр кокосового лимонада. Нигде не пробовал кокосовый лимонад. Никогда в жизни. А почему у вас салат Курехин не с грибами? Ну, как пришло на счет, кто-то я уже веселил. Просто, понимаете, была бы отсылка. Не знаю. Не понимаете. Надеюсь, наемся. 8 блюд, конечно, это маловато, но... Может, потом там где-то поесть. Кто такой Курехин? Я прикол, он его купил. Серьезно? Да. Я уже думал, ты это знаешь. Сергей Курехин – советский российский музыкант-авангардист. В интернете стал мегапопулярен после того, как породил медиавирус «Ленин гриб». То есть, там есть, по-моему, часовое его размышление на тему, что «Ленин был грибом». Он интервью там дает, да? Ну, типа того. Серьезно рассказываем, от чего, почему. И я думаю, что Курехин как бы он с грибами, а он с курицей. Ну, не очень тонко. Дачный салат 195 рублей по карте. Саша, спасибо, потому что там вообще почти в два раза цены все ниже с ней. А стоит, по-моему, всего 300 рублей. В общем, я не заказывал, это все Санина, так сказать, помощь. Заранее, прошу прощения у публики, вряд ли этот салат прям интересный, просто мне хотелось чего-то летнего. 195 рублей, в принципе, за такую плошку немного, но и что-то здесь в основном айсберг и чайнис кэббдж. По сути, тут ничего и нет. То есть, ну, редиска, ну, укроп, ну, очень тонкие слайсы огурца. Ни помидора, ничего. Ну, в общем, какая цена, такой и салат. Давайте попробуем все вместе. Нет соли в салате и нет соли на столе. Непорядок. А вы, говорит, на камеру делают лучше. Как тогда без камеры делают? Вообще, что ли, ничего нет на столе? Я вот не жалею, честно говоря. Потому что, во-первых, соль не моя, поэтому чего ее жалеть. Так, ну, давайте попробуем теперь полноценную салатную массу. Прям хорошо, прям по-летнему, прям сочно. И сейчас кажется, что полную цену, 215 рублей, платить не хотелось бы, потому что мы видим более низкую. Хотя, с другой стороны, мы в центре Питера, и может стоить салат, там, 200 рублей. Но тут особо он дороже не стоит. 145 вообще шик. Недорого, по-летнему, свежо, чисто перекусить, чтобы желудок, так сказать, не нагружать. Хотя помидорка здесь была бы, ой, как не лишний. Уха по-фински 265 рублей по карте. Выглядит минималистично, потому что без орнамента у нас посуда, и просто вот верх, так сказать, поверхность у нас однородная практически. Что у нас по внутренностям? Как-то жидковато. Есть, понятно, лосось, есть овощи, но вот... Хотя, если не придираться, в принципе, нормально. Я вспомнил, что постоянно в Евразии брал мисо-суп с угрем, и это было прям такое лакомство, там, лет 7 назад. Сейчас я вижу, что его нет. Ну, а теперь приступим к дегустации бульона. Ну, по вкусу, на самом деле, очень похоже на то, что я помню. Водянистенький, сливочный, с небольшой рыбной составляющей. Ворота небольшая, опять-таки, для такого летнего перекуса. Салат плюс суп, я думаю, что вы хорошо для лета найдитесь. Потому что очень много еды, такую жару, плюс 30 на улице в Питере, не хочется потреблять. Вот такие вот плотненькие кусочки лосося. Я уже понимаю, что суп ладный, нормальный, хороший. Не тот, за которым нужно бежать в другой город или даже через весь город ехать, а просто добротный. Но вот все-таки многовато моркови. Даже для массы, даже для цвета, ну, в два раза бы ее поменьше, потому что хуже бы не было. То есть, естественно, они гущу ей делают, но это выдает то, что давай нарубим все, что есть. Вкус легкой сливочной ухи тот, который должен быть в сетевом заведении. То есть, это не авторская кухня, это не вот для каждого делают. Это делают по стандарту, и стандарт здесь неплохой. Следующее блюдо и новая интересная подача. Поке-соус, как сказали, он у нас еще будет в Поке. И вот так вот выглядящие четыре креветки с креветочными же чипсами. Стоит это дело из летнего меню 420 рублей. Без скидок, безо всего, потому что меню летнее, и, видимо, за кревету мне кревету. Такой вот ход. Такая цена. Ладно, попробуем. Давайте вначале чипсинку. Я так понимаю, что они различаются только цветом, потому что по вкусу, думаю, что то же самое. Но аромат приятный. Такой вот терячный соус, чуть пикантный. Закуска хороша, то есть тайские мотивы, но всего четыре чипсинки. Они стоят, ну, как бы, сами по себе. Ну, сколько там каждый стоит? 200 рублей упаковка, там штук сто. Ну, вот типа. Вкусненько. Соус подходит такой. Кисловато, сладкий. Это совсем легкий летний перекус. Если предыдущие два блюда хоть как-то вас насыщали, то это вот просто почти воздух жуете. Ну, вкусный воздух, не спертый. Мне вот интересно, какой размер самой креветки, потому что панировка еще и с воздушным рисом здесь, ну, довольно такая толстенькая. Но по маленькому хвостику я чувствую, что там будет такая вот тонюська. В любом случае пробуем. Но аромат здесь хороший. Что у салата, что у супа, что у этой закуски прям приятный. Это вкусно, это здорово, это приятно. Но, конечно, не очень сопоставимо с другими ценами на другие блюда. Я понимаю, что что-то в меню должно быть и подороже, и пологичнее в плане цены. Но, конечно, если мы только что ели суп за 260 рублей, сейчас мы чисто закусываем, ну, почти в два раза дороже. Но вкусно, прям вот хорошо. Давайте попробуем с поки-соусом. Очень яркий, перечно-чесночный как будто. Хорошо, я думаю, что поки с ним будет высокого качества. Это, понимаю, там вкрапление массага, или это перчик так порезан. Но, в любом случае, такой яркий штрих здесь есть. С соусом богаче и цена более оправдная. Понятно, что все равно через 20 рублей только на одного, потому что на двоих шерить нет смысла. Но центр Питера, вкусное летнее предложение, на самом деле найдет своего покупателя. По вкусу претензий нет. Это хорошо, это хрустяще, это визуально красиво. Вопрос к цене, но, опять же, у всех людей разные кошельки, разные представления о том, сколько кошель должно стоить. Поэтому, я думаю, что попробовать стоит. Если уж вы приходите в заведение, скорее всего, не так часто, то это хороший вариант. Соус огонь. Поке с лососем 325 рублей по карте. Это очень приятно и здорово. Практически полная миска. То есть, там нет почти свободного места между ингредиентами. Это, на самом деле, сытно будет точно и приятно. Перед тем, как приступим к Поке, хочу объяснить свою позицию по поводу цены. 420 рублей в целом для креветок – это недорого. Я сравниваю цены в одном и том же заведении. Если бы в заведомо дорогом ресторане креветки стоили тысячу, это было бы нормально, потому что цены плюс-минус одинаковые. Здесь же почти все блюда, особенно по карте, стоят ниже. Из-за этого креветки кажутся сверхдорогими. Опять же, это мое мнение. Сами они по себе норм, и в другом заведении за те же деньги я бы взял еще раз. Тут нужно уже смотреть. Поке. Огурцы, помидоры, лосось, чука. Тот самый понравившийся мне соус, дайкон, редис и очень много риса. То есть, риса здесь, наверное, процентов 65, то есть, ближе к 70. Давайте отдельно попробуем все, чтобы понять… Ох, помидорки здесь слишком светлые, почти безвкусные, пластмассовые. Да, конечно, первое впечатление о поке было более приятное. В общем, томатики пока ни о чем. Что у нас по огурцу? Нормально. Как риску мы пробовали, давайте немножко чуки. Чука хороша. Пока выделяется в плохую сторону только томат. Ну, надеюсь, помидоров здесь не так много, чтобы они не мешали общему фону. И надеюсь, хватит соуса, потому что он очень классный, судя по тому, как он играл с креветками. Но реально много риса. Здесь в меню есть поки с курицей, помимо поки с тунцом. И на самом деле курицы в поки я чего-то сегодня не готов. Хочется как бы чего-то хорошего, потому что эксперименты нужны в меру. Так, все, я размешал, и давайте пробовать. Риса слишком много, и он впитывает в себя соус, и его, так сказать, нейтрализует. По итогу теплое блюдо из-за риса, но тут получилась рисовая каша. За такие деньги можно смело порцию делать меньше, точнее, класть меньше риса, а все остальное в тех же пропорциях. Теплый рис тут жуется как рисовая каша. То есть вы понимаете, что вы разрубаете зубами комья риса. Это не самое плохое ощущение, но когда скажешь поки, хочется гавайской свежести, гавайской колкости, яркости. А здесь понимаешь, что ты продираешься сквозь рис. На его фоне помидоры не кажутся какими-то плохими, так что все в порядке, то есть не в них дело. Ну вот смотрите, почти все у нас это рис. Рис. Естественно, есть яркие вкрапления от рыбы и от овощей, но в любом случае. Вот мы сейчас взяли вилку рандомную и получили много риса с чукой. Давайте сделаем вот так вот. Если у вас помидорка и огурец и соус с рисом на одной вилке, все хорошо. Но они скоро закончатся, а основа останется. По итогу это могло быть неплохо и вкусно, но баланс здесь нарушен, и из-за этого, конечно, даже на 325 рублей не тянет. А тем более на 465 без карты. К сожалению. А, надежды были большие. Еще одно блюдо из летнего меню, паста чоризу. Вот так вот выглядит. И по-другому, кстати, выглядит в меню. Сколько стоит? Ну, 300, наверное. То есть в летнем меню, ты считаешь, где креветки стоят 420, это стоит 300? Да. 295, не хочешь? Нет, нет, нет. Но, смотрите, как вот здесь вот. Прамезанчик у нас в углу. А у нас прамезан наверху, поэтому скрывает колбаску и выглядит простовато. Точнее, проще, чем там. Надеюсь, колбасок столько же. А знаешь, что еще скрывает колбаску? Твои штаны. Ну, это так, наверное, шутка. А знаете что? Я эту шутку не уберу. На картинке подозрительно много колбасок. А вот здесь... Ну, хотя... Хотя нет. Если мы их расчекрышим, как говорится, по всей поверхности, то получится тоже их довольно много. Так. Плотный такой ком спагетти. Ну, запахи здесь везде приятные. Вот в каждом блюде, который вы заказали, аромат хороший. Попробуем отдельно колбаску. Ну, конечно, тоньше нарезать смысла не было. Для видимой возможности. Пряные, пикантные, солоноватые. То есть такие, какие должны быть. Отдельно давай спагетти. Это цукини или это огурец? По-моему, цукини. Здесь ни огурца, ни цукини нет. Тут два варианта. Либо они специально не посолили. То есть вообще ноль соли в пасте. Потому что при перемешивании пряная соленая колбаска все это возместит. Либо просто забыли. Но, мне кажется, чуть-чуть, вот хотя бы вот так вот, ну, тихо, нужно было посолить. Потому что вообще просто пресные. Вот у вас же было такое когда-нибудь, что вы забывали посолить макароны, когда их готовите? Или пельмени? Разницы особо нет. То есть вы такие едите, и просто тесто. Может быть даже сварено хорошо. Мягкое. Или аль денте, как вы любите. Но вот абсолютно без усилителя вкуса. Здесь такая же история. Мне все это кажется, что забыли посолить. Потому что колбасок не на весь объем хватит. Это очень странно. Все равно немножко соли по соотношению итальянскому должно быть. Ладно. Эксперимент. Перемешаем все с колбасками и попробуем на одной вилке. Я понимаю, что это как оправдание будет звучать. Если тебе покажется норм. Но, по крайней мере, если я это сам не проверю, я не узнаю. Ну, вот так вот. Возьмем несколько колбасок и вот такое количество спагетти. Да, стало поинтереснее. Все равно не так гармонично. И колбасок хватит здесь на 3-4 вилки. То есть останется еще столько же. Поэтому я все-таки думаю, что забыли посолить. Бывает. Конечно, мы спросим у официанта и у поваров в дальнейшем. Но пока что, конечно, странновато. Хотя, если бы нормально посолили, то это было бы блюдо очень хорошее. Потому что 300 рублей. Интересные, скорее всего, итальянские ингредиенты. Я про чоризу. Но вот из-за того, что нет соли, конечно, швах, ах и все остальные, так сказать, культурные эпитеты. Тут нет соли совершенно. Ну, по идее, нанесется, потому что колбаски и чирицы очень соленые соль по себе. Люди, которые, они любят более соленые, они соль не подопают, потому что перечень соль и есть на столе. Хорошо, но если это норма, значит, это не совсем норма. Ну, большое спасибо. Я понимаю досолить салат, потому что не все любят соленые овощи. Я с этим смирился. Но из солонки просто досаливать пасту, мне кажется, это за гранью добра и зла. В любом случае, соль там не растворится, и ты будешь хрустеть макаронами. Либо я чего-то не понимаю, в комментариях просто напишите, потому что вот тут у меня ступор. То есть я чувствую, что соли не хватает. Но сказали, что так и должно быть, потому что типа соленые колбаски. Хотя их тоже мало. Но зато 300 рублей, то есть цена вообще шик. Мы переходим к сенсационному меню. Все по 195 рублей, и в том числе жареный картофель с грибами. Мы пробовали скоблянку в бункере за 1000 рублей. В Савой было подобное блюдо, по-моему, рублей за 600. Здесь 195, и наконец-то эта цена порадует моих зрителей. Потому что как может мясо в небольшом количестве с картошкой стоить там дороже 300? Ребята, меньше 200. Так, что у нас здесь? Грибы? А, стоп, а здесь мяса нет. Я просто думал, здесь чуть-чуть мяса, здесь только грибы и картошка. Да, понятно, почему стоит 200. В общем, можете бомбить дальше. Много лука, видим зеленуху. Реально много грибов, и все остальное занимает картофель. Что-то я как-то замахнулся про мясо за 200 рублей. Ну, так цена более понятная, как бы, и без подводных камней. То есть, если с мясом 200, то какое же там качество? Здесь норм. Шампиньёшки обычные, даже чуть горчат, но сочные. И опять как будто соли у них это немножко. Не во всех блюдах мне соль не хватало, только в первом салате, там, где почти не было соли, в макаронах тоже так и должно быть. И вот здесь, где, ну, пока странно. Я надеюсь, у картошки будет какой-то вкус. Ну, картошка в целом нормальная. То есть, это грибы пресноватые. Хотя вот тоже как будто не хватает. Ну, смотрите. К блюдам за такую цену придираться не очень корректно. Все-таки 200 рублей в довольно-таки центре города. За неплохую порцию это более чем хорошо. Поэтому норм за такие деньги. Для меня слишком пресно. Давайте все-таки в этот раз посолим. Все-таки это не макароны. Вот так вот. И размешаем. Хотя выглядит аппетитно. На летнем питерском солнце блики. Такое масляное все. Хорошее. Неплохо звучит. Вот. Послушайте. Мне нравится. Давайте попробуем с солью. Вот. Это я понимаю. Это уже похоже на хорошее блюдо. Господа. Еще два блюда. Два ролла из сенсационного меню, где все по 100.5 рублей. Вот такие вот, на самом деле, небольшие порции. Размерные роллы. Прошу обратить внимание. И я, на самом деле, понял, что чуть поднаедаюсь. Хотя с чего бы. Поэтому знаете, что я подумал? Что я одни роллы пробую сам, а вторые пробуют Александр. Спасибо. И более того, ты не хочешь сделать на своем канале ролик с другими интересными блюдами, я которые еще сегодня не охватил. Мне придется это все покупать же. Ну, конечно. Хорошо. Тогда я куплю, у меня есть деньги. И я у тебя снимусь тоже, кстати, в одном ролике. Спасибо. В общем, ссылочка будет в описании. А сейчас роллы, которые я выберу. Это тебе поярче, а мне поскуднее пришли. Я уже знаю, что сказать. Видите, как я уважаю друга, что взял заведомо не очень классные роллы, потому что столько риса и такое маленькое количество начинки я не помню давно. Они называются Кани Спайси Маки, снежный краб в спайси соусе и кунжут. Соус, видимо, сверху. Полит вместе с кунжутом, потому что в основном это прям толще риса. Патриальные этого ингредиента, они не жалеют, что в поке было много риса, что здесь. И начиночек, конечно, мало. Все-таки первым давайте возьмем пожирнее, повыигрышнее. Кстати, да, прям нарезаны. Они тоже по-разному. То есть, ну, здесь... Здесь, может быть, плохо видно, но, ну, прям отличается толщина. Давайте узнаем, что же это за спайси. В запахе только нори и рис, вообще ничего больше. Ммм, поки. Реально? Хочите поки, не хотите переплативать, берите Кани Спайси Маки. Только если соус купить, наверное, вообще будет реально. Да, кстати, отдельно взять соус для поки, это... Не, ну, как бы это прям... Ну, это что-то совсем плохо. Хотя я понимаю, что взял роллы за 195 рублей. Чего я ожидал? Ну, того, что будет нормально. Потому что если у них это есть в меню, это берут, это должно быть плюс-минус вкусно, а иначе зачем? Я не понимаю, где спайси соус. Он, видимо, всё-таки налит сверху, потому что отдельно, кроме соевой, ничего не идёт. И давайте с ним попробуем роллы, где... Меньше риса с одной стороны, и просто всё в рисе с другой. А с этой выглядит, смотрите, довольно симпатично. Нет, ну... Давайте посмотрим. Облагородим немножко. Причём тут нужно не немножко, а прям хорошо его макать. Иначе точно не будет смысла. Получше. Но, конечно, соль его получилось многовато, я всё забил. Это единственное блюдо сейчас получилось с хорошим количеством соли. Ну что, друзья, всем фуд-салют. И пришла моя очередь бесплатно поесть. Макс, спасибо тебе большое. Очередной раз. Многие не знают. Соро мне и сам будет платить. Многие не знают, но я именно тот самый человек, который после съёмок всё, что не осталось, доедает. Да, и я этим, между прочим, горжусь. Ну, а это у нас, Макс, что это такое, как называется? Яки таймаки. Яки таймаки. Ну, вот сразу хочу сказать, что они отличаются от тех роллов, которые у тебя были, тем, что у них есть вот эта вот майонезная шапочка. И плюс тут всё-таки больше ингредиентов, чем у тебя, поэтому, скорее всего, эта штука будет намного вкуснее. Я не люблю есть роллы без соевого соуса, поэтому я вот так вот прямо по-варварски чуть-чуть налью на серединку и попробую. Как говорит маэстро, перед едой обязательно нужно познакомиться с запахом. Ну, вот знаете, чем пахнет? Пахнет сушами. Вот когда только их принесли, прямо запахло роллами, вот этими такими классическими, стандартными. Ну, что у нас снизу? Снизу мы видим вот что. У нас есть рис, что-то там какая-то затычка небольшая, сверху икра. Ну, и, конечно, посмотрите, как, да, вы видите, да, порезан нори. Ну, прям вообще, то есть мега как-то криво. Но, опять же, как бы, может быть, это не проблема. Может быть, это и не трудно, и главное, чтобы вкус был вкусный. Давайте попробуем. Это очень сильно майонезная тема. По сути, это майонез с рисом. Чего-то другого здесь не чувствуется. Соевый соус практически ничего не дал. В отголосе, где-то вот, когда ты уже все проживал, появляется вкус нори. А нет, а сейчас появился вкус риса. Такого, знаете, вот сухого риса, как будто ты так из пакета взял, держишь во рту его, и он начинает набухать, вот такое, ммм, кажется, у меня во рту рис. Ну, и вот самый большой плюс, что здесь есть вот эта икра. Икра летучей рыбы, скорее всего, это. Вот она чуть-чуть спасает, так подхрустывает. Ну, нормально, еще одну попробую без соуса, без всего, как говорится, на сухую. По вкусу, это, конечно, троечка. По сытности, это пятерочка. В целом, в целом, я все-таки еще раз не купил. Поэтому и вам, наверное, не советую. Хотите поесть майонеза? Ну, купите майонез и кушайте на здоровье. Пока. И да, те, кто, друзья, не насладился всем меню за 195 рублей, обязательно переходите на мой канал. Ссылочка будет в описании. Я там купил очень много разных вкусных блюд. И вы, друзья, если у вас есть 200 рублей, сможете узнать, на что их потратить. Ссылка в описании. Спасибо. Я тоже попробую что-нибудь, да? Да, ты попробуй. А ты меня угостишь. Я тебя угощу, да. У меня есть 195 рублей. Для меня специально. Спасибо. Спасибо. Все-таки для чистоты эксперимента решил взять одни из самых дорогих роллов и самые классические. Филадельфия 650 без карты, 450 с картой. И, конечно, в плане нарезки тоже здесь не все хорошо. То есть, такой вот скат идет. Да, но, кстати говоря, плюс то, что полностью ролл обернут лососем. Естественно, я понимаю, что, опять же, что ж такое-то? Тоньше его делать не было ни смысла, ни возможности, но, по крайней мере, обернули. Он какой-то очень светлый. Ну, то есть, светлый, но пахнет как будто селедкой. Это очень странно, потому что обычно лосось не пахнет ничем, либо легкая такая вот рыбная тема. А здесь, как вот, соленая селедка, чуть ли не из банки. Так, на всякий случай возьму другой ролл, потому что это мне как-то уже и не зашел. А вот здесь отчетливый аромат финского залива. Те, кто был в Петербурге, в Зеленогорске или на пляже финского, знают этот вот морско-речной запах тины. Слушай, а реально воняет. То есть, я прямо вот сюда поближе подошел с камеры. Я думал, ты типа, ну, чуть утрируешь, что у меня прям пахнет какой-то тиной, каким-то водорослением, рыбой. И так, ты знаешь. Даже с сольмом пробовать не буду. Все и так понятно. Я вот только на язык положил рыбу, и вот как будто такая вот рыбная желейная масса. Нет, ну, это совсем не дело. Вот за это даже платить не хочется. Если в прошлой ролла я понимал, что можно оправдать тем, что там, ну, тупо рис, но в любом случае это сытно и нормально, то здесь я правда не понимаю. Тут и объективно, и субъективно плохо. И вид, и вкус. Ну, то есть, я не знаю человека, которому это понравится. Даже тот, кто ролла никогда не пробовал, скажет, что это что-то странное. Ну, я серьезно тебе говорю. Нет, по запаху это просто жесть. Ну, то есть, это... Расстроенно? Да, честно говоря, мне нужно было их заказывать и остаться, так сказать, на дешевеньких, но просто, типа, рисовых роллах. Ребят, хотя лайками поддерживаются за старанием. Нет, нет, ребят, что-то Евразия – это не по роллам. Я пообщался с девушкой-официантом, сказал ей свое мнение по поводу этих роллов. Она сказала, что да, бывают жалобы, и вроде как даже попросит убрать из счета. Потому что, ну, это правда не дело. Я всегда готов платить за то, что я съел. И это второй раз, когда я прошу убрать из счета блюда. Первый раз было в Монстр Хилсе, еще мне убрали в ваниле, но я тогда не настаивал, просто пошли навстречу. А здесь, ну, прям... Все остальное, по сравнению с этими роллами, вообще норма, свои деньги, можно брать, но Филадельфия за полную цену. Катастрофа, ужас, печаль. Жеребенок упал. После всего съеденного хорошо бы запить. И мы выбрали кокосовый лимонад. 245 рублей за 1000 мл. Ребята, за вот такой вот графин. 245 рублей в центре города. То есть это настолько дешево, насколько вообще даже я не представляю. Без карты стоило бы 420, что тоже очень низкая цена. Но так вообще за бесценок. Многие скажут, что лимонад дороже стоить не должен. Не должен, но везде стоит. Сок лимона, лимон, содовая, сироп кокоса, сахарный сироп и лед. Эко-френдли трубочки, картонные, то есть долго пить из нее лимонад не получится, она размокнет. Аромат. Очень приятный кокосовый дух. Чувство, что будет свежим. Ты знаешь, как будто ты в Баунте заедаешь мятной жвачкой. Очень хорошо, очень свежо. Знаете, вот это по-тропически сладко, но при этом не приторно и сбалансировано. Классный ведь напиток, супер-дешманский по цене, но не по качеству. Это прям хочется хвалить. Это нужно хвалить и это нужно брать. Я понимаю, что если у вас есть дома кокосовый сироп, то вы можете сами сделать. Но если нету, за такие деньги тут смело брать. В общем, лимончик очень здесь на своем месте. Без него, то есть без такого количества моего, было бы притро, наименее приятно, тем более летом. А вот с ним и на вид хорошо, и на вкус отлично. Ребятушки. Да, это хочется пивать и пивать. На самом деле лимзик одна из самых топовых позиций в меню. К сожалению, но это так. Солнце наступает, поэтому мы максимально отпрянули в угол. Это у нас чизкейк классический за 195 рублей. То есть еще одно блюдо из сенсационного меню. Небольшой кусочек, но за такие деньги вполне нормально. Хотя он отличается кардинально от того, что есть в меню. Так выглядит вживую. Но вживую поинтереснее при этом. Поэтому это не претензия, это просто сравнение. Топпинги шоколадные и, скорее всего, клубничные. Давайте попробуем. Нежный, хороший. То есть по текстуре мне нравится. Муссообразный. То есть очень нежный, податливый. И вот плотный крем. Я бы так сказал. Он настолько прочный, чтобы только держать форму. Как только мы надавливаем вилкой, все тут же у нас распадается. Это хорошо. То есть это, видимо, о свежести говорит. Обзор на самом деле сейчас зациклился. То есть мы начинали с хорошего, добротного блюда за свои деньги. И заканчиваем таким же. То есть что салат, возможно, чуть посолив, можно брать смело. Что чизкейк за 200 рублей. Вообще огонь. Было бы дороже, конечно, были бы, возможно, уже по размеру претензии или почему-то. Но в плане вкуса, в плане вида, все вполне себе ничего. Но приходим ли мы в Евразию ради чизкейка, вопрос открытый. Какая-то то ли марципановая, то ли еще какая-то оболочка. Очень похоже либо на влажное тесто, либо на что-то реально марципановое. Основательных, больших, объективных претензий нет. Ладный десерт, тот за свои деньги. И огромный плюс в плане обслуживания дают десертную вилочку. Не везде есть специальные приборы для десертов. Счет наказания за еду. Хотя после такой еды только награда нужна. Наказания хватит сегодня. Синц, 2001 год, то есть уже 20 лет Евразии. Счет у нас вышел на 2475 рублей. Неплохо за там сколько? 8-9 блюд. Да, и к счастью удалили Филадельфию, потому что, ну, вы сами видели. Хочется отметить обслуживание, поэтому оставляем 3000 без сдачи. Все-таки девушка заслужила и нас, и все остальное. Я думаю, так будет правильно. Честно говоря, я подрастроен. Думал, что заведение, у которого 20 лет, и у которого много в Питере, как минимум, заведений, имеет высокое качество еды. И если меня не удивили позиции за 200 рублей, то Филадельфия, за которую мы не заплатили в итоге, оказалась, ну, ниже такого уровня, которое я даже представить не мог. Ни здесь, ни в каком-либо нормальном, ну, по названию, по типу заведений. Хочется извиниться отдельно перед креветками. Они за 420 рублей просто были шикарные, вот их можно смело брать. Это прям топ. Я готов все-таки платить столько рублей за хорошее качество, нежели пытаться экономить и получать то, что мы получили в большинстве блюд. Пишите в комментариях свое мнение о поводе Евразии. Я уже свое высказал. И, кстати говоря, ссылка в описании на Сашкин ролик. Там мы тоже чуть поели и дополнили картину. В общем, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова